И американцы тоже сказали, ты должен... этих террористов, их там полтора миллиарда, мы должны их всех уничтожить. Да, но сначала же было то жестокое преступление 11 сентября 2001 года, и только потом последовала такая реакция. Это началось не после трагедии в Нью-Йорке, а именно последние 200 лет, на протяжении последних 200 лет, что большинство европейцев забыли. Западные европейцы, и даже не американцы, а американцы пришли позже, мусульманские страны жестокими методами колонизировали, и миллионы мусульман уничтожили. И если задуматься над тем, кто более жесток, Восток или Запад, то станет понятно, что мы, западные европейцы, были намного более жестокие, чем мусульмане. Можно ли так прямо говорить, что Запад более жесток, чем мусульмане? Я не хочу начинать с крестовых походов, но даже если начать позже, Первая и Вторая мировая война, 70 миллионов погибших, кто это начал? Это же были не мусульмане. Кто убил 6 миллионов евреев? И это были тоже не мусульмане. Это гигантские цифры. Мусульмане за последние 200 лет миру ничего плохого не сделали. Их колонизировали последние 200 лет. Я уже упоминал, что я был в Алжире. Я видел, как французы пытались растоптать эту страну. В чем же заключается изначальная проблема отношений Запада к мусульманам? Что это за проблема и что пошло не так? Начало конфликта заключается в следующем. В основном западные европейцы, вы заметили, я не различаю западных европейцев и американцев. Западные европейцы, мусульман, в особенности арабов, как сказал Жан-Поль, к ним относились как к полуобезьянам. Мы не признавали этих людей всерьез. Мы относились к ним как к животным. Мы их выживали, я цитирую французского писателя, охотились на них как на шакалов во время французской колонизации. И тогда-то и возникла эта невероятная озлобленность. И когда французы перестали быть колонизаторами, и Америка этому процессу посодействовала, Америка сама переняла роль колонизатора. Это означает, что они сами начали опустошать нефтяные месторождения. И начали в Иране, когда у них демократический президент был. Премьер-министр тогда был, Моссадок. И когда они стали национализировать нефтяные месторождения, американцы совместно с англичанами убрали его при помощи путча. К этому можно добавить и нерешенный вопрос с Палестиной. И это привело к невероятной озлобленности в мире мусульман. И как же зарождается терроризм? Это мой следующий вопрос. Стала ли это независимость причиной терроризма? Терроризм образуется из-за несправедливости. Поэтому его можно победить только с помощью справедливости. А мы делали всегда наоборот. Когда атаковали террористы, и, конечно, это были теракты, убийства, и это убийцы, которые совершили теракт в Нью-Йорке. И как же мы отреагировали на это? На то, что почти 3000 человек погибли в World Trade Center. Мы сотни тысяч иракцев уничтожили бомбежками, которые никому не причинили вреда. Я думаю, что основная проблема сегодня это то, что мы, европейцы и американцы, уверены в том, что мы какие-то особенные. И я скажу сейчас прямо, что у нас присутствует скрытый расизм. И мы думаем, что черные и арабы, и эти мусульмане, что они все-таки не такие, как мы. И мы также обращаемся с ними. И это в сочетании с нашей воинственной политикой привело не только к почти 3000 погибших в Нью-Йорке, но и к миллионам погибших мусульман. И это приводит к взрыву, приводит к терроризму. Тогда сейчас-то как раз и тот момент, когда нужно проявить политическую разумность по причине демографического развития. Мы с вами уже говорили о числах. Я напомню, 300 миллионов европейцев, 300 миллионов американцев в будущем будут противостоять 6 миллиардам людей. И это было бы разумно сейчас по-быстрому помириться, ведь именно такое соотношение сейчас на нашей планете. Мы должны договориться об одном, что все люди имеют одинаковые права, равноправие всех людей, и с другой стороны справедливость. Нам нужна справедливость. Если мы создадим справедливость в мире, то терроризм перестанет существовать, и не будет больше столкновений между культурами. Давайте немного вернемся назад. Вы сказали, равноправие, права человека, но ведь именно права человека в настоящее время топчут ногами во многих странах ислама. Есть много политических диктатур в этих регионах, а вы говорите, что там все хорошо с правами человека. В мире мусульман существуют ужасные диктатуры. И они, как правило, с Западом организованы, они, как правило, поддерживаются, финансируются Западом и Америкой. Мы привозим туда заключенных, чтобы их там можно было пытать. Как бы это страшно ни звучало, нет никакого смысла это скрывать. Права человека в настоящее время нарушаются в большинстве случаев с Западом. Потому что то, что мы устроили в Ираке, я повторю еще раз, в Ираке убили несколько сотен тысяч мирных граждан без причины, из-за какого-то вранья. И минимальное число погибших – это 200 тысяч человек. Английский исследовательский институт говорит о более чем одном миллионе погибших мирных граждан и о таком же числе тяжело раненых. Я пару недель назад был в Афганистане. Там бомбят деревни. Мы участвуем в этом. И мы же говорим о правах человека. Это же просто страшно. Мы сидим тут за этим столом и обсуждаем мусульман, что это они там в 3 тысячи человек в Нью-Йорке убили. А мы убиваем сотни тысяч. И мы готовы. И может быть сейчас это прозвучит грубо, но я просто считаю ужасно эту нашу уверенность в своей правоте. И мы готовы приговорить из-за этого убийцы, из-за Бен Ладена, из-за этого убийцы, из-за террориста. 25 миллионов мусульман мы готовы приговорить, только потому, что Бен Ладен ответственный за 5 тысяч смертей европейцев. И что же мы делаем, если один западный президент сотни тысяч ираксов убивает? Какое возограждение за него надо назначить? Давайте попробуем заглянуть в будущее. Вы только что говорили о том, что вы многократно были в Ираке и в Багдаде. Там общались с людьми. И там же вы познакомились с 22-летним ираксом, который борется против американцев. И это и есть наше будущее? Нет, это не может быть нашим будущим. Этот юноша, он был студент и мечтал стать футболистом, и не хотел иметь с войной ничего общего. И когда началась война, он не участвовал в ней. Как и оба его брата. Они тоже говорили, что не хотят в этом участвовать. И он не участвует в войне ни на стороне американцев, ни против американцев. И только после того, когда его первого брата летом 2006 года застрелил со спины американский снайпер. А зимой 2007 года убивает его младшего брата на его глазах, перед окном в их доме. И он видел, как его брат этой ночью умирал, истекая кровью. И в эту ночь он и решает воевать против американцев. И это и есть эта трагическая история. Я очень хорошо знаю этого парня. Я много с ним общался, и у меня и сейчас есть возможность с ним общаться. Это невероятно печальная история. И этот юноша сейчас убивает. Вот именно. И что же он ответил вам на вопрос, почему он убивает? Он сказал, а что вы бы сделали, если бы ваших обоих братьев убили, хотя они никому ничего не сделали? И я спрашиваю вас, что вы будете делать, если вашу семью убьют? Это мы террористы. Мы разрушаем мир. Не афганцы бомбят Германию. А Германия помогает бомбить Афганистан. И мы этому способствуем. И забываем это постоянно. Мы убиваем сотни тысяч людей. А вы спрашиваете меня, что там с агрессией мусульман? Этот Саид и его друзья. Это будущие террористы? Саид борется и против Аль-Каида. Потому что он считает, в отличие от американского правительства, считает, что можно убивать солдат противника, но нельзя убивать мирных граждан. Поэтому он отказывается убивать мирных граждан. И в этом он отличается от Аль-Каида. Аль-Каида – это и есть настоящие террористы. Но это всего один процент из всего сопротивления. Саид не хочет иметь ничего общего с этими террористами. Поэтому Саид – настоящий борец сопротивления. И мы, немцы, тоже иногда рады, что у нас есть борцы сопротивления. Как же нам решить эту проблему? Неужели Запад застрял в проблеме Афганистана? Хотя и она отличается от проблемы с Ираком. Но если учесть проблему этих государств, я хочу сначала напомнить, я повторяю еще раз, что Запад за последние семь лет погубил несколько сотен тысяч ни в чем не повинных мусульман. И я напоминаю, Аль-Каида, которая для меня является преступником, примерно пять тысяч американцев и европейцев погубили. И вы спрашиваете меня, и это правильно, как нам решить эту проблему? Мы можем эту проблему решить, если мы начнем понимать людей, которые там живут, понимать другую культуру. Я думаю, что самое важное для того, чтобы решить эту проблему, и я хочу сразу подойти к самому решению, мы же смогли решить подобную проблему с Россией. У нас была смертельная ненависть к России. И я, как бывший депутат, помню, что у меня тоже тогда были настоящие враждебные настроения. Я и сегодня противник советского коммунизма. Он причинил очень много страданий. Мы решили эту проблему, создав совет. И этот совет назывался СБСЕ, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. И там были представители Восточного Блока и представители Западного Блока. И каждый со своими представлениями о противнике. Представители Восточного Блока были уверены, что мы все преступники, а мы думали, что они люди, с которыми невозможно говорить. И там мы совещались на протяжении многих лет. И они за отдельными столами, их называли корзинками, договаривались о правах человека, о совместном экономическом сотрудничестве. И так они друг друга узнали. Я и сам был два раза в Москве и обедал с самым главным генералом Советского Союза, маршалом Ахромеевым. И я осознал, что он настоящий человек. И он понял, что и я человек. И переговоры эти длились десятилетиями. 1972-го. И это разрешило конфликт между Россией и Западом. Мы решили эту проблему, потому что мы сели за стол переговоров. И тем, что мы поехали в Москву, а русские приехали в Германию. Сейчас Запад как бы является миссионером, который в Ираке и в Афганистане в ходе своей миссии внедряет демократию. Вроде того, что если мы не спобедили терроризм, то хотя бы демократию там установить. Демократия в Афганистане должна быть афганцами установлена, а не нами. Почему мы это должны делать? Какое право вы имеете в Афганистане или где-нибудь еще устанавливать демократию? Вы можете ее только пропагандировать. Можно ли демократию импортировать? Нет, ее нельзя импортировать. Самое важное, что у нас имеется, это правовое государство. И потом только демократия. Демократия – это логическое последствие правового государства. И правовое государство, и права человека. Мы можем только пропагандировать, только в том случае, если мы сами эти права соблюдаем. Но если мы сами обращаемся с заключенными как Гуантанамо, как с животными. Если мы сотни тысяч мирных граждан бомбим, никто ведь не захочет принять нашу демократию и правового государства. Это означает, что мы должны быть примером. Вы считаете, что я агрессивно реагирую на то, что мы так самоуверенно говорим о насилии в этом мире? При этом мы же сами самые жестокие. Это мы террористы. Для ребенка нет никакой разницы, погибнет он от руки террориста или от американской бомбы. И от американских бомб погибает намного больше людей, чем от рук террористов. И я потому так зол, потому что я считаю, что это моя обязанность говорить о том, что мы творим в этих странах. Но я и сам имел образы врага в моей жизни. Я вырос на занятой после войны французами территории, в Баден-Вюртемберге. Я хорошо помню эту ненависть. Ненависть немцев к французам и ненависть французов к немцам. И это была такая давняя ненависть, и все думали, что мы останемся навсегда врагами. Но позже политики ввели обмен школьниками. И я в 15 лет должен был ехать во Францию. У меня с собой был маленький словарик, и когда я сходил с поезда, я пересматривал, как же будет по-французски, как тебя зовут и сколько тебе лет. И когда я познакомился с первыми 15-летними французами, и, конечно, не буду скрывать, 15-летними француженками, смертельная вражда исчезла. И через обмен школьниками мы и побороли это вражеское настроение. И поэтому я считаю, я считаю, что в этом конкретном случае мы должны начать узнавать этих людей, а они должны узнавать нас. И поэтому я призываю к обмену школьниками. И я призываю к тому, чтобы больше людей путешествовали в эти страны. По-моему, вы сами об этом писали, что не обязательно во всем поддерживать Сэмуэла Хантингтона, который недавно скончался, который до понятия ввел столкновение цивилизаций. Но ведь это абсолютно очевидно, что поезда Запада и Востока несутся друг на друга, и при этом все окажутся проигравшими. Я считаю только одно высказывание Хантингтона правильным. Он сказал, что Запад не стал чемпионом мира в разумности своих идеалов, зато стал чемпионом в количественном превосходстве, примененного насилия. Мы заняли свою позицию в мире посредством насилия, и это в будущем больше не получится. И я за то, чтобы мы не вели предупредительные войны, а вели предупредительные переговоры. Я повторяю еще раз, ключом к решению этой проблемы являются переговоры. Но как же так получается, что Запад сам себя при этом разоблачает? Ведь стержень западной христианской культуры вообще-то совсем другой. Это же выглядит как саморазоблачение, это применение насилия. Да, конечно, мы топчем ногами в Ираке и в Афганистане права человека.